Добрый день, меня зовут Чегринский Виктор и я занимаюсь аппроксимацией границ радужной оболочки глаза. Цель моего исследования научиться по фотографии глаза определять границы зрачка и радужки. Предлагается беспереборный алгоритм, который условно можно разделить на два этапа. На первом этапе изображение бинаризуется и определяется граница зрачка. На втором этапе по известным параметрам зрачка находятся параметры радужной оболочки. На этом слайде представлена используемая мной литература. В первом пункте описан метод парных градиентов, основанный на преобразовании хафа. С этим методом впоследствии будет произведено сравнение предлагаемого. Во втором пункте списка литературы описана основа компьютерного зрения и обработки изображений. В третьем пункте подробно описан метод выделения границ Кенни, используемый в данной работе. Поставим задачу формально. На вход подается растаем на хромное изображение и размером W на H, зачастую 40 на 480 пикселей. Требуется определить параметры окружности, аппроксимирующих зрачок и радужку, а именно координаты центров и радиусы. Для каждого изображения также известны истинные значения этих параметров, заданные экспертом. Определим ошибку алгоритм следующим образом, как сумму модулей отклонений всех параметров. Относительную ошибку определим как отношение абсолютной к радиусу радужки. Для каждой наперед заданной точности дельта определим критерии качества работы алгоритма, как долю фотографий, для которых относительная ошибка не превышает этой точности. Перейдем к описанию алгоритма. Сначала изображение подвергается морфологической обработке с целью удаления бликов, а также усреднения значений смежных пикселей. Затем производится его бинаризация по цветовому порогу трешхолд. Чтобы определить значение трешхолд, осуществляется перебор по всем цветам изображения. Изображение бинаризуется по каждому цвету и выделяется вся компонента связности. Каждой компоненте связности приписывается вот такое вот значение, где L — это число пикселей этой компоненты, а R — эффективный, характерный ее размер. Видно, что чем больше компонента похожи на круг, тем ближе вот эта вот дробь к единице, модуль к нулю, и вся эта величина к единице. Качество данного цвета определяется как максимум вот этой величины по всем компонентам. А цветовой порог определяется как тот цвет, который доставляет максимум этой функции. Далее. Вот пример корректной бинаризации изображения. Здесь изображены исходные, которые подойдут на вход. Дальше выполнена морфологическая обработка. Как видно, исчезли блики, а также все смежные пиксели усреднились. И после бинаризации находится такой цвет, в котором присутствует наиболее похожий на круг компонент связности. Затем границы этой компоненты аппроксимируются окружностью и полагаются равными параметрам, и параметры этой окружности полагаются равным параметрам зрачка, первичным. Но зачастую эти параметры оказываются неточными, поэтому их следует обновить. Для этого производится выделение граничных точек изображения, и среди них выбираются те точки, которые наиболее близко расположены к найденному ранее центру зрачка. И уже эти точки вновь аппроксимируются окружностью. И параметры уже этой окружности окончательно полагаются равными параметрам зрачка. Затем вновь возвращаемся к изображению граничных точек, удаляем там все точки, относящиеся к границе зрачка, и приносим начало координат в центр зрачка. Затем мы для каждого радиуса вычисляем значение плотности точек, лежащих на окружности этого радиуса. Полученный график сглаживаем, и на графике становится понятно, что его максимум находится в окрестности радиуса радужной оболочки, вследствие того, что радужка и зрачок приблизительно концентрические. Поэтому выполняем следующую итеративную процедуру. На каждом шаге мы удаляем точки, расположенные на тех радиусах, на которых плотность маленькая. Оставшиеся точки аппроксимируем окружностями и вычисляем среднеквадратичное отклонение. Процесс повторяется до тех пор, пока среднеквадратичное отклонение не будет меньше некоторого заданного числа. Это число гиперпараметра нашего алгоритма. Вот здесь переведен пример работы. Тут не видно, но на каждом этапе удаляются внешние шумовые точки. Это повторяется до тех пор, пока среднеквадратичное отклонение не будет меньше 0,05. Потом из оставшихся точек выделяются наиболее крупные компоненты связности. Вот здесь их две, левая и правая граница радужки. И по ним восстанавливается окружность. Параметры этой окружности – это искомые параметры радужной оболочки. Вот здесь представлен результат работы этого алгоритма. Целью вычислительного эксперимента является проверка работы этого алгоритма на реальных данных, а также его сравнение с переборным методом, основанным на преобразовании хафа. В качестве данных использовалась открытая база изображений радужки Кассия второй версии из более чем 2000 изображений различного качества. Вот здесь приведены примеры изображений, а снизу корректный результат работы на них. В данной таблице приведены значения критерия качества для различных значений гиперпараметра. Как видно, оптимальным является значение гиперпараметра, равное 500. Для этого значения выполнено сравнение предлагаемого алгоритма с переборным алгоритмом, основанным на преобразовании хафа. Как видно, для каждой напередной точности процент верно обработанных фотографий оказывается выше, чем предлагаемый в работе из списка литературы. Теперь, что касается времени работы, то предлагаемый метод тратит менее чем четверть секунды на каждое изображение, в то время как метод, основанный на преобразовании хафа, тратит около половины в среднем на одно изображение. Поэтому можно сделать вывод, что предлагаемый метод оказался не только более точным, но еще и в два раза более быстрым. При проведении вычислительного эксперимента были выявлены ошибки предлагаемого метода. Например, если на фотографии в области зрачка оказывается какое-то затемнение, то после бинаризации не удается выделить круглый компонент связанности. В связи с этим не удается правильно определить положение зрачка вслед за ним и положение радужки. Другой ошибкой может послужить то, что после выделения граничных точек на этапе определения границ радужки ловится другой максимум графика. И границ радужки определяется не в том месте, в котором хотелось бы. У меня все. Спасибо за внимание.